Подсвечник экспресс Итак, приступаем. Что нам для этого потребуется? Основа Когда я увидела вот такие снежные тарелочки, я просто не смогла пройти мимо Обычная фарфоровая тарелка со снежинками Но контраст синего и белого просто загараживает Поэтому сразу же захотелось сделать подсвечник Нужна будет пиньковая свечка Здесь у меня поменьше использовано Сегодня буду работать с более крупной свечкой То есть здесь 10 сантиметров, здесь где-то сантиметров 12 Высота свечки И, соответственно, ширина здесь будет где-то сантиметров 5 Здесь 3,5 Так, понадобятся ракушки Ракушки в основном пригодятся крупного размера И не берите слишком много различных форм То есть, допустим, если вы выбрали вот такого типа Плоские ракушечки какие-то Ну и одну какую-то для контраста Можно подобрать такую красивую, чтобы она выделялась и привлекала внимание То есть, вот такие Всякие уже гладенькие Остренькие сюда уже не подойдут Либо работаем с этими Тогда вот эти уже не подходят Ну, а там смотрите сами Уже когда будете собирать композицию Уже определитесь Итак, ракушки Что еще у нас мы видим здесь Есть более мелкие ракушки То есть, здесь я работала и с крупными элементами И с мелкими элементами То есть, сначала накладывала крупные А затем уже клеила мелкие детальки Здесь у меня использованы также бусинки Это сантиметровые бусинки Просто захотелось добавить какого-то благородного блеска Так, и использована вот такая замечательная гирлянда из бусин То есть, просто Я ее даже приклеивать не стала Чтобы вам показать Без гирлянды смотрится Кому-то без проблем Кому-то нравится без Но она как бы Объединяет с собой всю композицию И немножко ее Расширяет ее границы То есть, если мы ее уберем То вся композиция будет собрана у нас Ближе к центру Когда мы положили гирлянду Сверху каких-то деталей Наложили ее То она визуально композицию расширяет Увеличивает Еще нам нужен будет клеевой пистолет Итак, приступаем Берем нашу замечательную тарелку Любимую Определяем место, где будет стоять свеча Вот я не люблю ставить в центре Но, в принципе, это возможно Я ее немножко смещу назад То есть, если смотреть от меня лицо Лицо композиции Вот с этой стороны Но поскольку я Буду Сейчас составлять композицию Поверну уже подсвечничек к себе Свечку мы приклеиваем Сразу После того, как свечку приклеили Начинаем Собирать композицию Из крупных Крупных-крупных элементов Еще здесь у меня использованы Обычные елочные игрушки Поэтому С них-то мы и начнем собирать композицию Сначала определяем место Для самого-самого большого элемента Шарики можно подрезать без проблем Вот здесь у меня В этой композиции свечка меньше Поэтому шарики я подрезала Подрезаются они легко Обычным канцелярским ножом И так это выглядит То есть мы потом просто Местом среза Приклеиваем К тарелочке Определяем, где будут лежать шары Желательно брать Чтобы Они были разные по размеру Можно по фактуре разные Как вам нравится Ну вот Например как-то так Вот этот шарик я подрезала Мне захотелось Чтобы он выглядел визуально ниже Поэтому я его подрезала Шарики тоже закрепляем Я здесь показываю Форму шара Я не показываю Что это у меня елочная игрушка Поэтому я Вот эту часть Игрушечную Которая используется Для подвеса игрушки Я ее прячу Можно использовать Какие-то Еще другие декоративные элементы Можно использовать Тесьму Вот у меня Приглянулась мне Вот такая Очень красивая лента Сетка Лента-сетка Она идет С таким Неявным блеском То есть чуть-чуть Есть блеск Оно смотрится Оно очень-очень красиво Благородно Поэтому кусочки Вот этой ленты Я буду Тоже использовать Здесь 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 мне хочется Чтобы у меня Композиция Немножко выходила За пределы Подсвечничка Поэтому я хочу Ленточку Приклеить Чтобы краешек Немножечко Просматривался Сюда Гулял сюда Так Вот как-то так Ее тоже приклеиваем Чуть-чуть закрепляем Чтобы она у нас Не съезжала Так Здесь мы все равно Положим какие-то ракушки И она закрепится лучше Вот так получается Пока что Почему сетка Сетка узнаваемая Это морской стиль Плюс она здесь неявная Она синяя Немножечко сливается С тарелкой Но просматривается И придает Такой эффект Морской Очень красивый Работаем дальше Накладываем Прикладываем Смотрим Как лучше Какие ракушки Лучше положить Крутим их Смотрим Какую сторону Ракушки Нам интереснее Показать Все они Могут по-разному Ломиться Когда вы Уже положили Ракушки Крупные Ракушки Положили Вас это все Устроило Вы приклеиваете Их Также Наклеивая пистолет Ну вот Я разложила Крупные элементы Разложила шарики Разложила ракушки Здесь у меня Использовано Два вида ракушек Вот такие И плоские Ракушечки Если вас Композиция устраивает И все нравится Начинаем Приклеивать Ну чтобы не забыть Как лежала Какая ракушка На каком месте Рядом с чем Можно взять Фотоаппарат Сфотографировать Все И потом уже Глядя на кадр Располагать И приклеивать Клеим Аккуратненько Когда все закрепили Клеевым пистолетом Можно начинать Украшать дальше Уже Более мелкими деталями Например Можно Набросать бусин Сначала Набросать Как они лягут Хорошо Можно Ракушечку Положить Тоже будет Смотреться Интересно Сильно Много не нужно Просто Это добавляет Немного блеска Как будто Жемчужина Рассыпанная Можно добавить Еще блеска За счет Гирлянды Добавили Аккуратненько Приклеиваем Также На клеевой пистолет Если вам нравится Можно добавить Вместо Такой Гирлянды Усилить Эффект Серебра С помощью Вот таких Бусин То есть Пожалуйста Смотрите Уже Более Серебристо Смотрится Но мне Захотелось Сделать Совершенно По-другому Сейчас Я покажу Что я хочу Я хочу Сделать Бусин Я хочу Добавить В этот Подсвечник Движение За счет Таких Деревяшечек Очень Этого Мне понравилось Естественно Здесь уже Мельчить Бусинами Не стоит Поэтому Мне хочется Прям Чтобы они Как будто Ветром надуло Упали Лежат Вот как-то Так Расположу И приклею Итак Я приклеиваю Деревяшечки Это тоненькие Веточки Корилуса Корилус Продается У нас В магазине Без проблем Шоп Делки Ру Заходите В гости Приобретайте Еще Вот Теперь уже Смотрим По-новому На свою Композицию Что-то еще Может Добавить Возможно Где-то Ракушечку Приклеите Либо Остановитесь На том Чтобы все-таки Добавить Бусин Мне захотелось Добавить Вот эту Ракушку Которая Она у меня Отличается От всех Остальных За счет Острой формы Но по фактуре Она с ними Сочетается И положить Ее Например Вот сюда И тоже Приклеиваем Подсвечник Практически Готов Можно Остановиться На этом Варианте Можно Добавить Добавить Что-то Еще Но Есть У меня Идея Добавить Сюда Еще Снега Сейчас Я Это Сделаю Как Добавляем Снег Есть У нас В магазине Вот такой Шикарный Снег Просто Замечательный Похож Натуральный Но Чтобы Его Закрепить Нужна Предварительная Подготовка Я Развела Где-то Пол Ложечки ПВА На Ложку Воды Клей ПВА С водой Макаем Кисточку И Брызгаем Особенно На те места Где хотим Чтобы У нас Приснежилось На свечку Брызгать Бесполезно В смысле Что Мы все-таки Хотим Ее Использовать И Чтобы У нас Пластик Не плавился При горении Мы Свечку Не заснеживаем И Начинаем Сыпать Наш Снежок Осталось Сыпать Остатки Снега Который Не приклеится Для дальнейшего Использования Когда У меня Снег ПВА Со снегом Высохнет Композиция Подсохнет Лишний снег Который Не прилип Я стряхну Просто На какую-то На газету На коробку Куда угодно Когда клей Подсох Излишки Снега Стряхнули Если Вас все Устраивает Можно дарить Смотрите Какие Два разных Абсолютно Разных Подсвечника Получились Из одних И тех же Материалов Практически Здесь Здесь Мы сделали С блеском Здесь Мы сделали С снегом Добавили Деревяшечки Здесь Добавили Блеска За счет Бусин И гирлянды Из бусин Надеюсь Вам понравилось Подписывайтесь На наш канал Задавайте Вопросы Пишите Комментарии Буду Очень рада Вашим вопросам Вы спрашивайте С удовольствием Отвечу Всем до свидания До новых встреч До новых встреч